доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии во вторник 26 ноября меня зовут наконечный александр и сегодняшний торговую сессию мы с вами проведем вместе давайте для начала рассмотрим ключевые наиболее важные события которые состоятся сегодня блок важной статистики в 15.00 по времени gt gmt нам стоит ожидать из америки это индекс доверия потребителей продажи нового жилья и конечно же публикации протоколов омс что мы видим по прогнозным значениям индекс доверия потребителей здесь мы видим что индекс незначительно но все-таки показывает динамику роста продажи нового жилья у нас сокращаются но также сегодня выходят данные по недельным запасам сырой нефти от американского института нефти ключевая новость по запасам выходят в среду то есть но как предварительную новость мы конечно же ее также будем оценивать в рамках сегодняшней торговой сессии давайте посмотрим что у нас с вами происходит на графиках дневной таймфрейм графика индекса доллара она показывает что восходящая динамика продолжается цена сейчас торгуется выше отметки 107 мы ждем закрепление цены на этом значении и дальнейшее движение вверх к целям 108 109 и далее 110 в рамках текущей недели ждем закрепление цены выше отметки 108 золото по золото вчера был очень волатейный день на фоне того что на ближнем востоке были сделаны достаточно значимые заявления израиль сделал заявление о том что готов прекращать боевые действия на этом фоне как мы видим золото резко потерял два с половиной процента за вчерашнюю торговую сессию было очень резкое движение с уровня 2690 до отметки 2600 если действительно текущая динамика будет продолжаться то на по золоту мы действительно можем вернуться в нисходящий тренд и уже закрепляться закрепляться ниже отметки 2500 долларов учитывая текущую динамику да учитывая что действительно восходящий тренд здесь не может возобновиться за счет геополитических заявлений у нас с вами также назревают прогнозы достаточно давно что тренд здесь развернулся да здесь мы можем уже интерпретировать ситуацию как классический сценарий технического анализа когда цена пробивает на восходящий тренд пробивает его вниз возвращается тестирует уровень поддержки предыдущего восходящего тренда и формирует новый нисходящий тренд в целом мы сейчас находимся как раз таки вот на этом значении поэтому на любой коррекции в будущем мы по золоту будем рассматривать дальнейшие на дальнейшее движение вниз с целями 2500 что касается валютной пары евро доллар здесь у нас также после того как мы с вами говорили о том что будет коррекционная динамика за вчерашний день можно считать что она завершилась на открытии сегодняшней торговой сессии цена также с отметки 1 0 5 сходил на отметку 1 0 4 30 70 пунктов движение цена сразу на открытие поэтому мы ждем что евро доллар будет дальше стремиться и закрепляться ближе к отметке 1 0 4 тоже касается британской валюты британская валюта сейчас торгуется на отметке 1 2550 ждем закрепления и уход отметки цены ниже 1 25 наши новые цели это 1 24 поэтому ждем что британская валюта по отношению к американскому доллару будет дальше ослабевать плюс было уже сделано несколько заявлений о том что вероятнее всего процентную ставку в америке будут снижать не такими быстрыми темпами как это все прогнозируется это также может создать дополнительную силу новоамериканской валюты а что же нефть марки бренд у нас за вчерашним за вчерашнюю торговую сессию также было достаточно сильное движение мы прогнозировали что нисходящее движение здесь начнется но мы ждали что коррекционная динамика закончится выше отметки 75 но она закончилась на отметке 7480 мы с вами осуждали что лучше этот инструмент работ торговать внутри дня вчерашний день для работы внутри дня для трейдеров которые активно работают торгуют нефтью был действительно очень интересным я думаю что в рамках сегодняшней торговой сессии нисходящее движение будет продолжаться по нефти марки бренд наши цели остаются прежними мы ждем движение цены ниже отметки 70 долларов за баррель напомню связано с тем что страны пик плюс начали сокращать добычу нефти было сделано много заявлений о том что они сейчас не могут отменить текущее сокращение и на фоне этого соединенные штаты нарасти для свою добычу что как раз таки и может сейчас провоцировать дальнейшие движения нефти ниже отметки 70 долларов у нас здесь с вами сходится в фундаментальный анализ и технический анализ как мы видим цена действительно сейчас находится на перед сильным уровнем сильный уровень это 70 долларов за баррель и соответственно после этого после закрепления цены ниже 70 долларов за баррель у нас с вами появляется достаточно широкий горизонт для дальнейшего снижения цены к новым значением к новым минимумом пока мы торгуем внутри дня и рассматриваем дальнейшее нисходящее движение smp 500 у нас котируется на отметке 6000 слабо волатильная динамика он так или иначе ждем что цена будет дальше стремиться к отметке 6100 долларов за один контракт что ж но на текущий момент времени это все наиболее важное событие которое мы можем с вами обсудить в рамках сегодняшней торговой сессии уважаемые трейдеры вам желаю успешной торговли торгуйте зарабатывать вместе со маркетс всем всего самого наилучшего до свидания